Здравствуйте! Вы смотрите Спорт-ревью с обзором главных событий минувшей семидневки. Приднестровские спортсмены порадовали в этот период результатами на международной арене. Медали из-за рубежа – главная тема сегодняшнего выпуска. Заслуженный мастер спорта Анна Рипида с триумфом вернулась на международную арену. Четыре года спустя она вновь на пьедестале чемпионата Европы. Тираспольские пловчихи – обладательницы рекордов и золотых медалей открытого чемпионата Белоруссии. Следующий этап подготовки в Олимпийский нанкин, Молдавское первенство и чемпионат России. Один из крупнейших турниров по греко-римской борьбе – главная традиция бендерской школы. Вот уже 26 лет проходят соревнования памяти воинов-афганцев. А борцы вольного стиля поддержали традицию в Рыбнице. Турнир, посвященный заслуженному тренеру Анатолию Ланецкому, собрал лучших представителей Молдовы и Приднестровья. В столице Румынии Бухаресте прошел чемпионат Европы по самбо, где участвовали и наши спортсмены. Приднестровскую команду составили Евгений Коряк, Олег Квитко и Анна Репида, которая принесла успех Тираспольской школе борьбы. Заслуженный мастер спорта привезла в нашу столицу бронзовую награду. Призера европейского первенства поздравила и наша съемочная группа. Это мы все вместе привезли, это наша общая победа. Говоря о коллективном результате, Анна Репида не забывает о наставниках, которые привели ее к очередной медали. Работа под руководством сразу нескольких заслуженных тренеров, а в ее случае Анатолия Бубела, Ивана Тимотина и Евгения Осачева, просто не может не приносить плоды. Тираспольчанка четыре раза покоряла Европу, но после двухлетнего перерыва, связанного с рождением ребенка, вновь зазвучала на первенстве Старого Света. В этом году европейское первенство принимала Румыния. В Бухаресте за звание лучших боролись самбисты из 35 стран. В Приднестровье на турнир делегировала команду в составе трех человек. В мужскую борьбу на чемпионате Европы включились Олег Квитко в категории до 74 килограммов и Евгений Коряк в дебютном для себя весе 100 килограммов. К Квитко Олег боролся в своей весовой категории. Были у него шансы, была у него возможность побороться как минимум за третье место. Но, к сожалению, уступил Словаку всего лишь два балла. Но это у него первый такой турнир, достаточно высокого уровня. Скорее всего, здесь не был он готов психологически. Коряк Евгений, в принципе, он был уже призером Европы, призером мира. Уверенность была психологически готов, но перешел в другую весовую категорию. Из 90 в 100 килограмм. Поэтому, к сожалению, не хватило ему больше, скорее всего, физики и, наверное, где-то опыта. В весовой категории до 60 килограммов, где выступала терраспольчанка Анна Репида, было еще 12 соискательниц медалей. Наша спортсменка в первой же встрече вышла на россиянку, которая проиграла болевым приемом на ногу. Осталось утешаться. Репида выиграла у польской соперницы и только в схватке с грузинкой за третье место осталась довольна собой. Говорит, показала ту борьбу, которую ждала от себя в противостоянии с российской самбисткой. Я проделала и свои коронки, и в партере хорошо боролась. И также, имея преимущество в баллах, нужно уметь довести схватку до победы, то есть отстоять. Потому что соперники такие же сильные, как, можно сказать, как и ты, и нужно биться за каждый балл. Поэтому, выигрывав даже 4-0, все равно нельзя расслабляться. Сильнейшей самбисткой Европы стала болгарка, поборовшая россиянку. Но интересно, что не этих спортсменок Репида считает принципиальными для себя соперницами. Тираспольчанка отмечает самбистку из Беларуси, которая разделила с ней третье место. Мы старые знакомые, то есть мы одного года, и мы постоянно встречаемся. Но по чемпионатам мира у нас уже одинаково. Два раза мир выиграла и Прокопенко, два раза Репида. И вот мы должны были встретиться в финале, но дай бог, чтобы в Японии встретиться именно с белорусской. Теперь заслуженный мастер спорта все свое внимание обращает на чемпионат мира, который пройдет осенью этого года в Японии. Завоевав европейскую бронзу, Анна Репида вселила большую надежду на призовое место мирового первенства. Юлия Саркопут, Иван Глухенький, Спорт-ревю. Юношеские Олимпийские игры в Нанкине – один из главных стартов нынешнего спортивного сезона. Пока в сборной Молдовы только два преднестровских атлета могут рассчитывать на олимпийские путевки. Возможность приумножить результат есть у наших пловцов, которые с триумфом выступили в открытом чемпионате Белоруссии. В соревнованиях приняли участие спортсмены из девяти стран, а сборная Молдовы во главе с заслуженным тренером Евгением Коробецким завоевала семь медалей и установила четыре национальных рекорда. На дистанции 200 метров на спине терраспольчанка Татьяна Перстнева провела чемпионский заплыв и установила новый взрослый рекорд Молдовы – 2 минуты 15,6 секунды. Улучшив свое достижение для участия в юношеских Олимпийских играх, Татьяна Перстнева выполнила норматив и на чемпионат мира, который пройдет в Казани. На второй дистанции 100 метров терраспольская пловчиха выступила не менее достойно, завоевав бронзовую медаль. Хочу сказать, что где-то даже удивило, показав результат 2,15-16, 60, что является новым национальным рекордом. Задача была 2,16, справилась она на ура, так что я очень доволен, что мы можем, в принципе, уже надеяться, что приглашение на Олимпийские игры нам придет. Еще одна пловчиха, представляющая терраспольскую школу в сборной – 14-летняя Александра Вениченко. Несмотря на юношеский возраст, ее результаты уже сейчас бьют рекорды на международной воде. В Минском бассейне терраспольчанка опередила соперниц на 200-метровке брасом с новым юношеским рекордом – 2 минуты 35,43 секунды. А бронзовая медаль и результат в спринте на 50 метров позволили Александре Вениченко впервые в карьере выполнить норматив мастера спорта международного класса. Плана очень хорошо, выполнив тоже, кстати, норматив на юношеские Олимпийские игры, но по своему возрасту она не попадает. Она на юношескую Европу выполнила норматив, но тоже не попадает. Этот год у нее, как я повторюсь, проходной, мы поработаем, наберемся опыта. А вот с сентября месяца начинаются у нее уже серьезные отборы. Это на первые Европейские Олимпийские игры. Кроме терраспольчан, отличные результаты в сборной показывают кишиневец Алексей Саньков и бельская пловчиха Татьяна Кишко. Молдавский спортсмен близок к выполнению олимпийского норматива в Нанкин. А в чемпионате Белоруссии на его счету серебряные медали. В конце этой недели, 23-24-25-го, проведет спартакиада школьников. Там 96-й год рождения и младше, среди школ Молдовы, Приднестровья. Где ребята стартанут, мы специально попросили сделать 96 и младше, как бы в преддверии юношеских Олимпийских игр, лишний старт. После этого, где-то числа 5-го июня, мы заезжаем на сборы в Шериф. Так получилось, что очень удобная база. Плюс ситуация на Украине, как бы не позволила нам ездить, как мы обычно ездили. И тут, конечно, Шериф очень выручает, очень сильно. После этого у нас сбора, что садится чемпионат Молдавии по короткой воде, где мы будем отбираться на чемпионат мира по короткой воде на декабрь месяц до Хакатар. После этого у нас запланирован выезд в Македонию на открытую воду. Тут немножко позагорать и порадышаться. И уже непосредственная подготовка, может, к Шерифе, может быть, еще куда-то выйдем. Это уже к юношеским Олимпийским играм. С соревнованиями на чемпионате России РУЗа конец июля месяца. Впереди у национальной команды по плаванию насыщенный и напряженный сезон. Предстоящие старты направлены на подготовку к юношеским Олимпийским играх, чемпионату Европы в Берлине и чемпионату мира в Казани. Далее в нашем выпуске о событиях в республике. В Бендерской школе борьбы имени Геннадия Баданова состоялся 26-й международный турнир памяти воинов-афганцев. Борцы греко-римского стиля представили Приднестровье, Молдову, Гагаузию, Украину, а также команду Израиля. Участники турнира разыграли 14 комплектов наград в честь 15 бендерчан, погибших в Афганистане. Одна из главных спортивных традиций Бендер – соревнования по греко-римской борьбе памяти воинов-афганцев. По инициативе руководства школы имени Геннадия Баданова турнир проводится с 1988 года. К сожалению, у нас сегодня нет участников в чемпионатах мира Европы по греко-римской борьбе. У нас сейчас идет смена поколения. У нас сейчас ребята борются и в России, и на Белоруссии в сборных командах по греко-римской борьбе. А вот именно в этот период у нас сегодня немножко такой... Но готовятся молодые ребята на будущее, есть перспективные. Нужно время, чтобы прошло. Боролись на турнире свыше 180 спортсменов. В этом году конкуренцию классикам из Приднестровья, Молдовы и Гагаузии составили представители Израиля и Украины. Пытаемся уважить погибших солдат в память афганцев. Я тут родился. Это мой город так же, как и там, где я живу, в Израиле. Я люблю этот город. Даже если я отсюда маленьким уехал, я здесь не хожу, узнают всегда моего отца и моего дедушку. И, конечно, я буду всегда уваживать эти соревнования, приезжать сюда каждый год, если я смогу. Израильский спортивный клуб АПЛ Ака в Бендеры привез одного борца. Сергей Нагорный дошел до финала в весовой категории до 32 килограммов. В решающей схватке израильтянин по очкам уступил Гагаузу Сергея Курдогла и стал серебряным призером международного турнира. Много тренировался. Приехали сюда и проиграл. Успешно на турнире выступили гости из Украины. Спортивная школа города Виноградов делегировала в Бендеры трех классиков. Двое из них завоевали медали. Виталий Кус стал бронзовым призером, а Николай Миговка получил серебряную награду. Мы давно дружим командами. Они приезжают, команда с Бендер, с Террасполя, с Гагаузи приезжают к нам на наш турнир, когда мы проводим осенью. Ну и мы уже второй раз принимали участие в этом турнире позапрошлом году и в этом году. Ну, понравилось. Турнир хороший, красивый, сильный. Есть с кем побороться. Лучше всех на турнире выступили хозяева ковра. До финала дошли девять воспитанников бендерской школы. Победителями стали Магомед Якубов, Владимир Бенц, Василий Буза и Данил Ефимов. В прошлом году я стал вторым. Из-за своей глупости проиграл. В этом году хотел показать себя и показал. По итогам соревнований было определено командное первенство. Второе место между собой поделили сразу пять спортивных школ из Приднестровья, Молдовы и Гагаузии. А победителями турнира стали хозяева ковра. На счету бендерчан четыре золотые медали. Александр Кожухарь, Василий Рожкован. Спорт-ревью. Между тем в Рыбнице прошел традиционный турнир по вольной борьбе памяти Анатолия Ланецкого. На турнир в честь заслуженного тренера и мастера спорта СССР собралось более сотни спортсменов из Молдовы и Приднестровья. О двухдневных соревнованиях репортаж Рыбницкого корпункта. Чемпион вооруженных сил Советского Союза Анатолий Ланецкий не только передал свой опыт многим нынешним мастерам спорта, он вдохновлял. Анатолий Раевский дружил с ним с детства. Говорит, познакомились после юношеской драки. С тех пор шли по жизни вместе. Ради сегодняшнего турнира заслуженный тренер Молдовы отменил все плановые соревнования и тренировки. Я посчитал нужным приехать просто к нему, потому что уважаю такого почитаемого вами человека, как Иванес Виктор, который проводит ежегодно этот турнир, молодец, не забывает своего тренера. Поэтому я решил приехать сюда и помочь в организации соревнований, в основном в судействе. Международный турнир уже давно стал традиционным. На протяжении 17 лет ученики, друзья талантливого борца и тренера приглашают желающих из всех стран принять участие в соревнованиях и таким образом почтить память Анатолия Ланецкого. Хороший человек, который твердый характер был, который очень много воспитанников воспитал, и они находятся даже здесь, которые прошли очень много в борьбе и вообще в жизни. В этом году участие в турнире приняли более сотни спортсменов из Приднестровья и Молдовы. Как отмечают организаторы, для подрастающего поколения в таких соревнованиях важна не победа, а моральное воспитание. Для всех борцов Анатолий Ланецкий является эталоном мужества и справедливости. Вольная борьба – это самый дружный вид спорта. Это не я говорю, это все говорят, и вольника его видно. Поэтому они видят, как тренера относятся, например, ученики относятся к своим тренерам. И они это впитывают, они впитывают эту дружбу и впитывают в первую очередь отношение к жизни, а потом уже борьба. Соревнования проходили два дня, и по традиции призеры получают заслуженные подарки от общественной организации «Содружество». Организаторы пообещали, что этот турнир будет проводиться постоянно. Огромное спасибо организаторам, которые проводят подобный турнир. Наставникам я вижу тут, как они переживали за ребят, как радовались победам. Те схватки, которые мы увидели, ярко свидетельствуют о том, что растет новая смена легендарным преднестровским мастерам, молдавским, украинским. Я думаю, что этому турниру жить еще долго. В минувший уикенд в Кишиневе состоялся юношеский чемпионат Молдовы по легкой атлетике. Преднестровские команды боролись за самые высокие места. О качестве и количестве медалей, завоеванных молдавской столице, расскажет Вадим Гачков. Приднестровская сборная была представлена практически во всех дисциплинах королевы спорта. Причем во многих из них именно наши спортсмены являлись фаворитами. Так весь пьедестал в 100 метровке с барьерами достался Бендером. Первой на финиш прибежала Анастасия Скрипка, которая также стала чемпионкой на 200 метровке. 400 метров с барьером покорились Елене Коноваловой, а третье место здесь заняла Каролина Лунгу. На одну медаль тираспольчанка не остановилась. Также бронзу она завоевала на средней дистанции 2000 метров. В конце ускорилась и достигла хорошего результата, и пробежала вполне нормально. Бендерчанам также не было равных. В спортивной ходьбе на дистанции 5 километров первенствовала Ирина Белоткач. А что касается столицы, тираспольчане в своей дисциплине метания взяли 4 из 6 возможных наград. Но даже этот результат тренеры не считают оптимальным. Медали были прогнозируемы, поэтому старались улучшать собственные рекорды. Собирались сегодня показать свой личный результат. К сожалению, стартов очень мало дается. И по этой причине мы как бы торопились все это, хотели. Надо было сегодня это сделать, чтобы оно где-то в голове стало, и чтобы человек знал, что в следующем соревновании он бы приехал и уже думал бы, как бы ему метнуть за 60. За 60 должен был метнуть Денис Пикус, но перед коронным видом, метанием копья Денис толкал ядро. Здесь он тоже не сплоховал, занял второе место. Потраченных сил как раз не хватило, чтобы установить рекорд, но и 58 метров хватило для завоевания золота в копье. Сначала мы толкали ядро, занял второе место, 13-30 толкнул. Потом мы метали копье, я занял первое место, метнул 58-18 вроде. Мне, конечно, результат не сильно понравился, но устал чуть-чуть, ожидал другого результата. Не только тирасполь и бендеры приносили очки в копилку приднестровской команды. Одно золото уехало в Сухлейскую спортивную школу. Евгений Мурзак на дистанции 400 метров с барьерами показал лучшее время, а завершала программу чемпионата эстафета. Единственное первое место выиграли тираспольские бегуньи на дистанции 4 по 100. Анна Мурзак приняла непосредственное участие в победе. Тираспольчанка не только успешно выступала в беговых дисциплинах, но и завоевала две медали в прыжках. Мне очень понравились эти соревнования. Было много всех сильных и было тяжело, но я шла до последнего и старалась попасть хотя бы в тройку. Всего приднестровские спортсмены завоевали 11 золотых медалей. В общекомандном зачете два первых места остались за кишиневскими школами. Следом за ними расположились Тирасполь и бендеры. Для ведущих атлетов нашей страны на этом чемпионате выступления не закончились. Нелли Антонович и Анастасия Калинина примут участие в европейских отборочных олимпийских стартах. Первенство пройдет в Баку, а лучшие спортсмены получат возможность принять участие в юношеских олимпийских играх в Нанкине. Вадим Гачков, Павел Божонко, Спорт-Ревю. А теперь к игровым событиям официальных чемпионатов. За два тура до окончания регулярного первенства Молдовы по футболу определилась тройка призеров. И если Тираспольский шрифт досрочно завоевал чемпионский титул, то за серебряные медали боролись два клуба – Тирасполь и Кишиневский верес. Подробности в обзоре Василия Рошкована. Футбольный клуб Тирасполь принимал Кишиневский Зимбру в рамках 32-го тура национального первенства. Преимущество горожан над идущими на третьем месте вересом составляло 4 очка. Красно-зеленым достаточно было одержать победу над зубрами, чтобы завоевать серебро чемпионата. Однако первый тайм для хозяев сложился неудачно. На 22-й минуте матча Зимбру открыл счет. После розыгрыша углового Кирилл Павлючик выпрыгнул выше всех в штрафной и головой переправил мяч в ворота 1-0. Пропустив гол, горожане пошли всеми силами отыгрываться. Так Александр Гросу мог отличиться дважды, но вратарь Кишиневцев оба раза парировал удары полузащитника Тирасполя. Первые 20 минут мы плохо провели, мы проигрывали одиноборство, у нас не получались атаки, было много потерь. Зимбру силен в стандартных положениях, мы это знали, но они забыли со стандарта. Потом, после гола, мы улучшили движение, улучшили скорость передачи. В принципе, у нас были моменты, но мы их не использовали. В начале второго тайма Тирасполь взвинтил обороты. Не прошло и 10 минут, как хозяева отправили в ворота Зимбру два мяча. Сначала Георгий Овсянников уверенно завершил передачу с левого фланга, а затем Олег Молло в схожей ситуации замкнул навесную передачу справа 2-1. Добытое преимущество столичный клуб сумел удержать до финального свистка. В итоге ФК Тирасполь стал серебряным призером чемпионата Молдовы. Второй тайм. Хорошо, что мы забили один гол, потом второй. Где-то еще минут 10 мы играли так, как надо было, с контроль мяча. Потом последние 20 минут, можно сказать, играли уже на удержании в счетах. Поздравляю игроков, руководство, серебряные медали, мы к этому долго шли. Сколько мы проиграли единоборств, я видел, что не все футболисты выкладывались на поле, поэтому особо комментировать нечего. Мы проиграли и поздравляем соперник с победой. К другим матчам тура. Кишиневский Верес обыграл Динамо Авто. Тираспольский Шериф одержал полевую победу над Дачей. Минимального успеха добился Аргеевскими Лсами, а Кишиневская Академия нанесла крупное поражение Когульской Спиранце. За тур до окончания чемпионата определилась призовая тройка. Шериф стал 13-кратным победителем. ФК Тирасполь впервые за свою историю выиграл серебряные медали. А Кишиневский Верес в дебютном сезоне стал обладателем бронзовых наград. По итогам регулярного первенства в высшую лигу покидают Терапид и Когульская Спиранца. Остальные клубы сохранили за собой место в национальной дивизии. Степан Бугаев, Василий Рыжкован, Спорт-Ребю. В минувшие выходные завершилась полуфинальная серия высшей лиги баскетбольного чемпионата. Первый матч действующего чемпиона Дон Баскета и Бендерской Зюшор 2 прошел в Кишиневе в субботу и завершился весомой победой молдавского клуба 139. Каким стал ответный поединок в Бендерах узнавала наша съемочная группа. На ответный матч бендерчане вышли в ослабленном составе. У хозяев в стартовом протоколе отсутствовали два лидера команды. Александр Попов не смог сыграть из-за травмы, а Александр Лобанов отвлекся на участие в баскетбольном семинаре. В самом начале матча бендерским баскетболистам удалось навязать свою игру Дон Баскету. В первой части молодежь команды Зюшор 2 постоянно играла через капитана Юрия Мудрика и Олега Боева. На двоих наши игроки забросили 16 очков. А на небольшой перерыв соперники ушли при счете 21-21. Мы повернули голову и нам забежали за спину. Нельзя! Нельзя терять своих людей! Слова капитана Евгения Мельника подействовали. Дон Баскет стал играть от обороны. Так во втором отрезке гости уверенно переходили из защиты в атаку. Реализовав свои моменты, чемпионы ушли на большой перерыв с преимуществом плюс 12 очков. Сегодняшняя игра нам напомнила о том, что есть команды, которые несмотря ни на возраст, ни на что, не сдаются без боя. Я поздравляю в первую очередь команду из Бендер за то, что они очень самоотверженно боролись первую половину и показали нам, что можно и нужно играть в баскетбол с любой командой. Во второй половине матча Бендерская с Дешор 2 потеряла концентрацию и позволила Дон Баскету уйти в солидный отрыв. Большое количество ошибок в обороне привело к крупному поражению 57-115. Указание было не сильно напрягаться, убиваться, готовиться к игре с Униагра за третье место. В матче за третье место Бендерская с Дешор 2 сыграет с Кишиневским Агро, а Дон Баскет в финале встретится с Когульской гаммой. Заключительные поединки сезона в высшей лиге состоятся в ближайшие выходные. Андрей Малеван и Василий Рашкован. Спорт. Ревюм. В Бендерах завершилось первенство Приднестровья по художественной гимнастике при содействии Государственной службы спорта. Звание чемпионок оспаривали 50 гимнасток из Бендер и Суклеи. Подробности в сюжете Вадима Гачкова. В чемпионате страны гимнастки выступали в трех категориях. По программам первого разряда, кандидатов и мастеров спорта. Были и совсем юные участницы, которые демонстрировали свои выступления вне конкурса. Начинающих спортсменок допустили к турниру для того, чтобы они набрались опыта и почувствовали соревновательную атмосферу. Гимнастки стараются выступать максимально хорошо, но у каждой есть где-то волнение, где-то она не доработала. Поэтому каждая гимнастка показала разную степень подготовленности. Категория «Привет юниорок» – это спортсменки 2002 года рождения, которые выступают по программе первого разряда. Здесь, как, впрочем, и во всех остальных разрядах, призовые места достались хозяйкам ковра. Первое место завоевала Ева Самарина, которая добавила чемпионский титул к недавно выигранной бронзе в первенстве Молдовы. Я довольна, как я выступила, но есть еще некоторые ошибочки, которые я буду исправлять. Мне нравятся все предметы, но больше как-то обручь. Элиза Ткаченко лучше всех выступила по программе кандидатов в мастера спорта. Анастасия Попова отстала ненамного. Спортсменка говорит, для более успешного выступления нужно отработать композицию с мячом. В обруче мне очень понравилось, как я выступила, а мяч надо доработать. Мне нравятся все предметы, но, не знаю, больше всего, наверное, обручь. Для Кристины Арнаут, выступавшей по мастерам спорта, все получилось с точностью да наоборот. Успешным оказалось выступление с мячом, которое нивелировало погрешности с обручем. Кристина заняла второе место, уступив флагману бендерской гимнастики Аиде Башич. Сама программа, она новая, но я уже с ней работаю где-то около года. Но все равно каждое упражнение с каждым разом обновляется и все равно приходится что-то новое отрабатывать. Вопрос о следующих соревнованиях в Бендерах пока остается открытым. Обстановка в соседних государствах не позволяет приглашать гостей из ближнего зарубежья. Поэтому пока бендерские спортсменки добиваются медалей на молдавской арене. Третье место в чемпионате Молдовы заняла Ксения Капранова, а серебро домой привезла Екатерина Клепач. Вадим Гачков, Салават Шехбулиславов, Спорт-Ревю. Тем временем в бильярдном клубе «Аркадия» продолжился регулярный розыгрыш Кубка Приднестровья по динамичной пирамиде. Напомним, что в первом туре победу одержал Владимир Гиржул. Кто стал чемпионом на втором этапе соревнований, знает Юлия Саракапут. Алена Борисенко пока единственная женщина, которая заслужила место в лидерах нашей команды. За неимением достойных конкуренток на республиканском турнире играет наравне с мужчинами. Никто не подается. Ну это хорошо, значит чувствуют во мне соперника, поэтому не подаются. Домашний турнир бильярдистка рассматривает как тренировку перед ответственными стартами. В случае удачного выступления на Кубке Молдовы, который состоится в начале июня, кандидатура Борисенко будет рассматриваться для участия в чемпионате Европы. Я когда начинала, участвовала в чемпионате Европы, проходила он в Кишиневе, мне было близко, я съездила. Ну, азарт, интерес очень сильный. Там именно женский турнир, там мужчин нет абсолютно. Очень интересно поучаствовать, посмотреть на свои силы. А пока Кубок Приднестровья и динамичная пирамида, которая выключала из турнира игроков с невероятной скоростью. Один из участников, который не приветствует так называемую «невку» – Максим Шакула. Во втором туре он проиграл встречу за выход в полуфинал. Говорит, основные испытания его ждут впереди на чемпионате Молдовы. И связаны они будут с другим видом бильярда. Мне удобнее больше всего это Америка, ну, свободная пирамида. Там как бы кладка, забитие шаров, блин, увеличивается. Ну, и она более как бы проще, более тренировочная, на ней тренироваться лучше. А остальные виды, они как бы уже развивают свою смекалку. Ты начинаешь думать, куда вывести шар. Из тех, кто отлично сориентировался в динамичной пирамиде – Роман Щербаков. Он добился драматичной победы в полуфинальной встрече с Павлом Бежинарем. Несколько раз упускал преимущество и только в контровой партии вырвал место в финале со счетом 3-2. Все достойные, которые… Там много любителей, поэтому они подтягиваются просто под нас именно, поэтому им надо к нам подтягиваться, потому что все время стоять на одном и том же именно, ну, нельзя так. Надо играть, играть, играть. Постоянная практика, только нормальная, по-любому. Вторым финалистом стал Олег Овсяников, обыгравший Дмитрия Родованова 3-0. Но в решающей встрече ровно с таким же счетом Овсяников уступил победу Щербакову. Результат промежуточный. Следующий тур розыгрыша Кубка Приднестровья пройдет осенью. Юлия Саркопут, Игорь Харламов, Спорт-Ревю. О спорте в Приднестровье и за его пределами каждую среду в программе Спорт-Ревю. А я на этом прощаюсь. Удачи вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова